Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1979 года, воплощенного на Земле. Один, два, три. Нашла у него голограмма. Голограмма, хорошо. И я даю команду, и на счет три из его биоробота выходит оригинальное тонкое тело. Один, два, три. Голограмма стоит рядом. Он боится того, кто ставит ее. Он вышел. Вышел. Хорошо, Вера. Так, у нас еще кто-то есть в этом биороботе или только два фантома сейчас? Одна голограмма и один... Тонкое тело, голограмма и биоробот. Я сейчас вижу. Хорошо. Если еще что-то осталось в биороботе чужеродно, оно выходит сейчас, значит, три силы моего намерения. Из биоробота Александра. Один, два, три. У него огромный спрут на голове белый. Это на тонком теле, да? Больше ничего не вышло из биоробота? Нет, ничего. Хорошо, Вера, одеваем и голограмму, и тонкую копию в защитные скафандры. Один, два, три. И бери голограмму и Александра, и поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Да, мы здесь. Хорошо. И на счет три. Голограмма отправляется в лазерную клетку-тюрьму. Один, два, три. Готово. Выстраивается канал от этой голограммы и ответственный по каналам силам. Его намерение притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложником. Один, два, три. И дракон. Дракон замер в клетке. Так, хорошо. Мы приветствуем Александра и интересуемся, готов ли Александр к диагностике, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Плачет, доверит, да. Хорошо. Кто Александр тебя больше всех мучил? Морской, говорит. Спрут, то есть. И я даю команду, и с силами его намерения спрут летит в клетку-тюрьму. Один, два, три. И становится ее заложником. Фу, правда, какой огромный он. Головастик такой. Пусть он замрет, он по клетке ползает. Щупальцем. И спрут замер в клетке. Один, два, три. Так. Я говорю, Владу, Влад, подойди сейчас и свяжи ему его щупальца и подвесь его, как ты это делаешь. Один, два, три. Свяжи его. Между спрутом и нами устанавливается специальная отражающая защита, прозрачная. Готово. Назвивается, как червяк. И один удар спруту копьем на частоте спрута. Один, два, три. Замер в клетке. Готово. Хорошо. Так. Все. Еще раз. Александр готов к диагностике. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Да, он готов, доверит. Он показывает себя. Там еще есть у него. Ну, понятно. Сейчас всех вытащим. И заходит скэнер. И я даю команду скэнеру. На счет три скэнера. Начинает сканировать все семь тонких тел Александра. Сканирует пространство над его головой, под его ногами. Слева, справа. И находит все чужеродные присадки, импланты, конвекторы. Выстраиваются автоматически каналы, ведущие в клетку-тюрьму. И по этим каналам ответственные за эти чипы, датчики и конвекторы притягиваются в клетку-тюрьму. И становятся ее заложниками. Силами его намерения. Да будет так. А так и есть. Один, два, три. Скэнер начинает сканировать. Демон у него. Очень хорошо. Я его и ждал сегодня. А вот он сегодня с нашей встречи не обрадуется, демон. Не правда ли, да? Не говорю ли я тебе? Я не пойму. Подожди, демон он на любез. Снимаются все маски и голограммы. Один, два, три. Все предстает в клетке в первозданном виде. Согласно своему эфирному коду. Один, два, три. Он бес. О, ты подхожу к бесу. Ты под демона еще косил, да? Бесяра. Он говорит, я скоро буду демоном. Ты не будешь демоном. Демоном не бывает без рога. У тебя есть рога? Есть. Отлично. И я тебе отбиваю своим копьем левый рог на счет три. Один, два, три. Удар. Ты играешь не по правилам, он кричит. Я играю не по правилам. Я тебе сейчас правила расскажу, Бесяра. Пока у тебя еще один рог есть, но скоро его не будет, если ты будешь мне здесь устраивать какие-то театры. Он кричит. Я не один здесь. У него сукоп есть. А где сукоп? Рядом в клетке. И разбивается отдельная клетка. Она в отдельной клетке сидит, да? Да, да, рядом. Хорошо. Суккуб? Шипит. Удар копьем на частоте суккуба. Мощнейший удар. Один, два, три, удар. Получил удар или нет? Ну, получил, но он не против таких ударов. Тебе плетку предлагает. А хочет я ему два миллиона герц сейчас загоню? Два миллиона герц. Загнал я одному суккубу, от него осталось горское пепло. Хочешь этого? Ощущения получишь незабываемые. Правда, никому рассказать потом не хочешь. Не сможешь уже. Итак, я обращаюсь к обоим суккуб и бес. Вас предупреждали, что я приду? Да. Я говорил, что я вас сожгу энергией царя Соломона. Кто же тебе поверит? Да, отлично. И на счет три в моих руках появляется шар энергии царя Соломона. Один, два, три. Он забился в угол. Я слушаю. Где ты там? Кто тебе поверит? Убери, он говорит. Я не уберу. Я тебя сейчас уберу отсюда. Хочет суккуб еще что-то сказать? Хочет пошипеть? Я спрашиваю. Он сел в угол тоже. Отлично. Она верна. И энергия царя Соломона обратно входит в мое биополе. Один, два, три. Итак, я еще раз спрашиваю. Бес, я тебя предупреждал, что я... Откуда у тебя это? Какое твое дело? Откуда у меня это? От того, чья это энергия? Оттуда у меня это дело. Слышал такое имя Вильзевул? Конечно, слышал. Ты знаешь, кто его отправил? Вывел из игры. Угадай. Я не могу в это поверить. Вот теперь ты в это и должен был поверить. Потому что это было уже три месяца назад. И ты сейчас стоишь перед тем, кто это сделал. Это ты? Да, это я. Я тебя предупреждал, что я приду и сожгу каждого из вас, если вы не уйдете из его биополя. Ты это проигнорировал. Сейчас ты находишься практически на своем смертном приговоре. Он говорит, что кто же знал, что ты такой важный. Были и другие попытки вытащить нас. И вам кто-то другой показывал энергию царя Соломоя? Нет. Но как ты видишь, мы до сих пор здесь. Я вижу, что вы здесь. И это меня очень настораживает. Или вы самоубийцы какие-то? Или у вас вообще нет никакого ума? Когда вам говорят... Чтобы вы не знали, что это ты. Прошлые попытки не увенчались успехом. Понятно. Хорошо. Я вам предлагаю следующий вариант сегодняшней работы. Вы отвечаете на все мои вопросы. Мы проводим реверс энергии. После этого вы вытаскиваете все, что оставили в теле. Опять отвечаете на мои вопросы. После этого я провожу проверку одним миллионом герц. Если кто-то что-то еще не вытащит после этого, то я его зажгу одним миллионом герц, который пойдет по каналу, который я пропущу через Александра. То есть я вам рекомендую относиться очень серьезно к тому, что я сейчас говорю. Если это все пройдет нормально, меня никто не обманет, не будет никаких попыток, я вас отправлю первый раз на вашу чистоту. Если я вас второй раз повторно в этом теле споймаю, а я буду его проверять через день, через неделю, через месяц, тогда пеняйте уже на себя. Вот это то, что ты видел в моих руках, оно будет у тебя во рту. Ты понял, бес? Понял, суккуб? Да, не поняли. Хорошо. Переходим к следующему каналу. Кто у нас там? Спрут, да? Значит, спрут, дракон, суккуб и бес. Значит, спрут у нас подвешен сейчас за щупальцы. Так и должен быть. Дракон стоит с голограммой. Суккуб сидит на попе в углу. Ну а что это такое? Уже не смешно? И демон крутит хвостом. Понятно. Это их любимая фишка. Хорошо, значит, Вера, у нас четыре канала, да? Или что-то мы еще оставили незамеченным. Давай еще один разочек просканируем все тела. И если остался незамеченный какой-то канал, он сейчас проявится. И приведет в клетку тюрьму к ответственному. Один, два, три. Скэнер начинает работать. Сканирует все семь тонких тел. У меня ощущение, что есть магия, но я не вижу пока. То есть у него есть на руках кандалы, но это как суккуба пока ведет. То есть я пока не могу отличить одного от другого. Хорошо, без я к тебе обращаюсь. Есть ли магия в Виапуле Александра? Больше зависть. Больше зависть. Хорошо. И негативные слова. Чьи? Его, да? Нет, мужчина какой-то. А, у него там есть кто этот. Хорошо, я думаю, мы его вытянем по каналу, потому что там останется какое-то магическое воздействие по-любому. Мы зависть вытаскиваем на раз, Вера, я уже, ты знаешь. Так, все, поехали с вопросами. Обращаясь, нет, не с вопросами, а поехали сейчас с реверсом. И когда реверс начнется, я начну задавать вопросы. Итак, я даю команду тонкой копии Александра спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию. В его биополе 1, 2, 3 начали выстраиваться каналы. Сущности, каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии Александра произвести отчуждение всей чужеродной патогены низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Александру. Энергию страха, неуверенности отдаем, энергию всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Пошла энергия. Знаешь, у нас появился здесь мужчина. Какой-то как друг его. Но почему-то он над ним как насмехается, что ли. А мы сейчас узнаем все. К нему канал выстроился, да? Канал выстроился, но от него не идет. Энергия не идет. Энергия не идет от него? Он ее блокирует или как? Хорошо, давай от этого фантома выстроим сейчас канал насчет три к оригиналу и притянем его в клетку-тюрьму. Один, два, три. Сила моего намерения, да будет так. Ответственность за эту подключку магию притягивается в клетку-тюрьму. Я поняла, слушай, это даже не магия и канала ничего не идет, потому что... Как-то он его сам блокирует, что ли. Александр блокирует этого человека? Знаешь, он даже не блокирует, он... Я не пойму, у него такие смешанные чувства к нему. Пусть свое имя назовет. Ну, имя идет Олег, не знаю, насколько оно. Имя Олег, я спрашиваю этого человека, находящегося в клетке. И как твое имя Олег? Получается, что Александр... Сам интересуется этим Олегом. То есть он очень успешный какой-то, он его друг или кто. Вот Александр какие-то у самого к нему смешанные чувства. Это даже обида, да, какая-то обида или что-то, потому нет энергии. То есть Олегом просто делится своими достижениями, что ли. С ним? Да, 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 и у Александра у него у самого какой-то комок. Комок чувств к нему. То есть он как-то немножко зависть здесь, немножко обида какая-то, немножко что-то комок в горле. Он насобирал сам вот себе вот такое чувство к нему, именно к этому человеку. Хорошо, но этот человек ему не вредит. Нет, он не вредит. Хорошо, значит, поэтому к нему никакая энергия не идет, правильно? Да, он не собирает, он просто рассказывает, ну, свои успехи делится успехами, что ли, своими. Понятно. Интересная ситуация. Хорошо. Получается, что это вот накопленное его собственное чувство какие-то. Понятно, рекомендуем Александру пересмотреть свое отношение к определенным вещам и, может быть, как-то исправить. Они его как-то душат. Есть вот какой-то, как душат они, эти чувства. Нельзя никому завидовать, я это хотел сказать. Ну, вот кроме зависти, там какая-то обида, что ли. За то, что человек не помог, а мог помочь. За его успех, за какой-то, ну, там комок таких чувств. Хорошо. Так, мы этого Олега тогда будем сейчас отпускать, наверное, да, Вера? Ну, да. Открывается портал сейчас на частоте Олега 1, 2, 3. Он уходит на свою частоту безболезненно, забывая дорогу назад. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, это Александра над собой. Я понял, о чем речь. Так, поехали по вопросам. Как у нас энергия с реверсом? Идет она? Нет, она закончилась. Все все забрали? Да. Хорошо. Устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса. Александр забирает чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили. Все, что у него изъяли. До последней капли возвращает Александр себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Как идет реверс? Энергии идут. Идут. Спрута очень много. Идет человеческая энергия. Спрута у меня сейчас отдельно будет разговор. Спрут, когда ты вошел в это тело? У него такой разброс идет 10-15. У меня 15 шло. 15 лет. Значит, там и куча слизи будет, которую он оставил. Всякие его фишки, которые ты знаешь. Рисоски, да. Рисоски, да. Хорошо. Спрут, я к тебе обращаюсь. Ты хочешь уйти сегодня живым, а не поджаренным? Может говорить? Хочет. Хочет. Значит, отвечай на моего... Он как-то двигается, знаешь. Больше, чем говорит. Вот у него череп как-то вот этот. Ну, вот как он висит сейчас подвешенный. Вот это вот очень крупный такой. Иногда круглая голова. А у него такая вытянутая она как капля. Я вижу, как пласть на ногах. И она как-то... Да, да, да. И она двигается вот так вся. Я вижу его сейчас, да. А что ты за тип такой из прутов? Я не понимаю, что ты такой огромный? На море вырос. Хорошие условия у него были. А, ты любишь море, да. Ну, конечно, он же моряк, безусловно. Понятно. Какие энергии ты у него воровал? Да все. Жизнь он воровал. Все воровал. Я обращаюсь ко всем четырем присутствующим. Кто из вас был виновным в том, что человек чуть ли себе там ногу не споймал, не сломал то, что в него чуть ли авария с ним не случилась? Вот эти несчастные случаи. Кто за это был ответственный из вас? Это демона, беса, как он говорит, шалости, что ли? Беса, я тебе очень рекомендую выбирать выражение, да. Дракону и спруту это неинтересно, им интересна именно его энергия. Вот спрутову, он его своими щупальцами, он его как спутал всего, сковал. Угу, понятно. То есть он ему закрывал какие-то дороги. Спрут. И возвращал к морю всегда. Он ему только один путь показывал. Потому что ему там хорошо было, он в своей стихии там был. Ну спрутов в своей стихии был, Александр был не в своей стихии от его воздействия, поэтому здесь еще надо разбираться. Но пакости мелкие, шалости это демон. Вера, он не стал еще демоном, не повышая его в звании, не называет лейтенанта генералом. Вот я не хочу вообще смотреть на него, он там стоит и стоит себе. Голосатый. Хорошо, не смотри на него просто. Не надо его больше делать, чем он есть. Так, Бес, а что ты хотел-то его уничтожить? Зачем тебе нужны были эти аварии? Как вот это вот затопить квартиру? Как ты это все сделал? Как ты это все организовал? Что все у человека из рук валилось? Рассказывай. Дергал. А, ты заняточки делал? Занужные, да, занужные. Старался демоном стать, да? Места нажимал на правильные точки. Понятно. Какая твоя цель была в ее пребывании? Суку помогал ему. Но цель как раз вызывать вот эти, вниз тащить его. Понятно. Сколько ты сидел в его биополе вместе с Сукубом? Он сидел пять, Сукуб три. Сукуб позже пришел пять и три. Хорошо. Чем Сукуб был занят, я не спрашиваю, потому что это понятно его натурой. Во сне, наверное, приходил, да, Сукуб? Ну, Сукуб оставил очень много у него и на руках есть, и на ногах от Сукуба. Именно такие. Хорошо, мы как раз сейчас подошли к этой теме. Тяжесть. Всю энергию они свою светлую отдали. Отлично, хорошо. Я сейчас даю команду. По очереди будете выходить. Спрут наверняка очень много оставил. Так, вытаскивать его, не вытаскивать или самому вытащить его? Сукуб, чтобы он там ходил по комнате. Оно нам надо? Нет, не надо. Хорошо. И на счет три я даю команду. Все присадки, все импланты, все подключки, любые щупальца, любые яйца, все, что могла любая жидкость на чистоте спрута начинает безболезненно выходить из всех семи тонких тел Александра и формироваться в большой шар прямо перед клеткой, перед спрутом. Один, два, три. Все микроны энергии спрута выходят из биополя Александра, формируются в шар. Все чужеродное вылазит из его биополя. Да, Вера? Знаешь, у него как фантомы этих щупальцев с него снимаются, и вот на тонких телах остаются как раны от него, как полоски. Я сказал, безболезненно снимается. Ну, конечно. Затягивал его прям. Хорошо. Все вылезло оттуда? Сейчас, подожди. До последнего микрона все, что могло остаться от спрута, выходит безболезненно. Из семи тонких тел Александра формируется в шар. С головы. С головы выходят много. До последнего микрона любая жидкость, которая могла остаться от спрута, все выходит до последней капли. Вот из всех мерзких тварей, вот эти самые мерзкие. Он как управлял им. Ну, он делал спрута из него. Спрута, ты не офигел вот так, я тебе скажу, за такие вещи делать? Ты знаешь, что такое законное мироздание? Ты знаешь, что случается за нарушение законного мироздания? Или тебе все равно законное мироздание? Он очень комфортно там устроился. С своей стихией был. Хорошо. Я ему сделал очень некомфортно сегодня. Потому что он причинил самый большой вред. Так, что-то мы с драконом еще не разговаривали. Дракоша. Сейчас, подожди секунду. С него вся вот эта жидкость и все вот эти присоски, фантомы какие-то, они все в такой круг смотались сейчас перед ним. Перетонкая копия крутится. Куда их? Так, поставим еще какое-то органическое, неорганическое. Зеленый, красный. Зеленый, органический. Красный, неорганический. Один, два, три. Органическое. Ну да. Летит все с прута назад, в его клетку. Один, два, три. И выкинуть нельзя. Да, но как с него, как всосалось с него. Все, спрут замер в клетке. Так, обращаюсь к дракону. Считай цифры над головой. Один, два, три. Какой дракон у нас? Красный, синий? Синий дракон, головы две. Синий, давай. Цифры над головой. Один, два, три. 54 и 318. Понятно. Я понимаю, 318 это старшая голова. Она со мной будет разговаривать, да? Так, кивает. Хорошо, дракон. От тебя зависит. Доставать мне печать дракона, не доставать. Доставать мне шар от мана, не доставать. Сжигать вам, оставлять одну голову или две сбивать сразу. Если ты меня будешь обманывать и не отвечать на мои вопросы, то я начинаю на тебя воздействовать таким образом. Я не хочу это делать, но я предупреждаю, в моей комнате врать нельзя. Поэтому первый вопрос. Когда ты зашел в это биополе и почему? Семь лет. Зашел он на вибрации страха, что ли? Неуверенности. И увидел спрута потом. Спрута. И подселился. Понятно. За какой ток энергии ты был ответственный? А за все энергии. Он выставил голограмму, отвращал все от него. И, значит, как бы он не старался, да? Да. Все эти старания шли к дракону. Вся эта энергия потраченная. А голограмма закрывала. И давала двигаться дальше. Дракон, я вот не понимаю одну такую вещь. Но ты же знаешь, что если подпитаться энергией, это одно дело. Если ты все забираешь у человека и лишаешь его права на свободное распоряжение своими энергиями, то это нарушение законов мироздания. Неужели ты до такой степени, тебе это безразлично? Вот скажи мне. По описаниям ты его уничтожал. Подожди, контракт идет слово. Опа. А ну расскажи за контракт. Он ему пообещал новую жизнь. А что ты ему дал? Ну ты дал новую жизнь. Голограмма. Ты дал ему голограмму? То есть ты считаешь, что контракт состоялся, да? Ты же его обманул, дракон. Он говорит или нет, Вера? Подожди, он показывает. Он не мог ему ничего предоставить. Там Спрут командовал. Ситуации, который его к морю возвращал. Ну, Спрут, я смотрю, ты реально бандит какой-то. Ты реально криминальный такой элемент, который пришел человека просто уничтожать. Я видал Спрутов, но таких я еще не видел. Все как-то в границах пытались там чуть-чуть взять, немножко. Но ты за 15 лет уже реально перешел все границы. Не было наказания. Ну хорошо, я сегодня получу за все 15 лет. Так, с драконом мы разобрались, с суккубом разобрались, с этим разобрались. Хорошо, Вера. Так, кто у нас? Мы только вытащили из Спрута. Все, что Спрут оставил, да? Да. Хорошо, я даю команду дракону. Дракон, вытащи все, что ты оставил в биополе. Александра, сейчас же. Ничего не забывай, будет проведена проверка. У него вот эта голограмма, она подключена к нему. Это в интересах дракона все отключить, иначе он получит 2 миллиона герц удар сейчас от меня через Александра по каналу, если что-то останется подключенным еще. Ты знаешь, у него как какой-то, ну я бы сказала, аккумулятор какой-то стоит внутри. А кто его поставил? Дракон. Что это за аккумулятор, дракон? Накапливать? Голограмму активирует. Ага, понятно. Старался. Хорошо. Так, обращаясь сейчас к суккубу, суккуб вышел и вытащил все. Реально все. Если что, найду, поверь мне. Ты не уйдешь из этой клетки. Хоть одну ленточку забудешь. Но трогает. И удар. Три удара копьем на частоте суккуба. Один, два, три. Пошли удары. Я предупреждал. Следующий будет два миллиона герца куб. На ногах он снимает грузы, кандалы какие-то, руки, ноги. А потом, как сетка какая-то, полосками на нем убирает. Все снял. Хорошо. Так, бес вышел сейчас и вытащил все, что ты оставил в его биополе. Ноги. Знаешь, и ноги, и руки. Он как затеркал за него. За руки. Она считает цифры над головой беса. Один, два, три. По восемь. Ну, восемь, да. Он уже на границе. На границе к демону. У него даже латы какие-то на ногах до колен. Ну, они любят себя украшать всякими фишками. Это они любят. Скажи, бес, ты первородный или ты был человеком? Первородный. Первородный. Он все снял. Хорошо. Так, и сейчас будет проводиться проверка. Давай. Я подхожу сейчас. Нет, запустим сначала скэнер на наличие остатков. Если они что-то не вытащили. Насчет три скэнера начинает сканировать. Моментально загораются ярко-красные манечки в местах интерференции и над комнатой в клетке-тюрьме виновного. Пошел скэнер. Александр подсвечивает. изнутри своей энергией. Становится все четко и ясно видно. Все чужеродное, не принадлежащее к его биополю. Загорается ярко-красные маячки. Дракон оставил. Как он как пронизывает все тела какую-то штуку оставил. Так, дракон, я понял, мы не поняли друг друга, да? Добыл. У меня не было намерения возвращаться. Хорошо. Давай. Хорошо. Иди, забирай. Если еще одну проверку не пройдешь, тогда я тебя просто сожгу. Зазобрал. Хорошо. И еще раз включай скэнер на 4, 1, 2, 3. Скэнер начинает сканировать, загорается ярко-красные маячки в случае с интерферентами. Чисто. Хорошо. И я подхожу к Александру, кладу руки ему на плечи и моей собственной энергией в 500 тысяч герц. Даю мощнейший шоковый удар, сжигающий все каналы присадки импланты. 1, 2, 3. Удар. Да, отстегнулись канал. Хорошо. Так, нам, они прошли проверку, они нам в принципе больше не нужны здесь, Вера, да? Давай отпускать. Да. Хорошо. Я обращаюсь к бесу с суккубом. Бес, теперь ты понял, что я серьезно имел в виду, да, когда я говорил уходите. Правильно? Понял? Понял, да. Больше ты, значит, приходить в это тело, я понимаю, не собираешься. Правильно? Нет. Очень правильное решение. Хорошо. Суккуб, ты понял? Подожди, у тебя бес просит вот этот комок энергии, который он собирал, Александр, отдать ему. Хорошо, можешь забрать это все. Да, готово. Хорошо, и на счет 3 открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса 1, 2, 3. Бес уходит со всем, что он принес на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя, забывая дорогу назад, ставь огненную пентаграмму. Готово. Хорошо, суккуб готов уходить? Да, готов. Повторяться не буду, еще раз увижу, накажу. Открывается внизу портал на частоте суккуба, 1, 2, 3, и суккуб уходит на свою частоту, забывая дорогу назад. Готово. Готово. дракон, готов уходить? Да, готов. Хорошо, ты в это тело больше не приходишь. Ты это понимаешь, да, за последствия? Да, он понимает, его интересует, отдашь ты голограмму и все остальное. Да, я тебе это отдам, но ты больше в это тело не придешь. Не придет. Хорошо, и открывается наверху портал на частоте синего дракона против часовой стрелки, 1, 2, 3, дракон забирает все, что он принес и уходит на свою частоту, забывая дорогу назад. Он сказал, что первый раз за 318 лет, что меня обнаружили. Ну, у нас были драконы, которым было за тысячу лет, они то же самое говорили. Он ушел. Все, закрывай, печатай, растворяй. Готово. Так, у нас остался спрут там сидеть, да? Ну, он висит. Ну, в смысле, висеть. Спрут, ты хочешь что-то сказать? Спускай. Хорошо. И надо его развязывать или так выпустим? Он хочет, чтобы его развязали. Хорошо, спрут, предупреждаю, малейшая попытка чем-то в нас кинуть закончится для тебя очень фатально. Я тебя просто здесь прямо сожгу. Или выйду в твой портал и там тебя сожгу. Ты это понял, да? Я знаю, как вы любите на прощание кидать. Все. И, значит, три. Я развязываю спрута один, два, три. Открывается портал на чистоте спрута. Перед тобой, между тобой им стоит защита один, три. И спрут забирает все, что он принес и улетает на свою чистоту, забывая дорогу назад. Больше никогда не приходит. Найду, накажу. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Все. Фух. Поехали дальше. Так. Переходим на чистоту магическое воздействие. Если таковое есть, оно сейчас проявляется. Один, два, три. Ты знаешь, у него стоит, как это черное что-то стоит. Как полоса черная вышла и все у нас стоит. Хорошо. Это черная полоса силой моего намерения уходит сейчас в клетку тюрьму. Один, два, три. И от этой черной полосы я выстраиваю канал к ответственному силой моего намерения. Один, два, три. И ответственный притягивается в клетку тюрьму и становится ее заложником. Но у нас нет никого. Это, скорее всего, его. Считай информацию. Это его черная полоса. И вообще ее происхождение откуда она? Какая информация идет? Это внушение, которое драконам и делал. Понятно. Это дракон остался. Хорошо. Под ним открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. И эта мыслеформа улетает в галактическое ядро на переработку, закрывая, печатая и растворяя. А почему она есть? Потому что есть контракт. Готово. Мы сейчас найдем контракт. Хорошо. Переходим на чистоту. Неупокойные, бесплотные души. Если такого и есть, они сейчас проявляются. утопленник. 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 Я еще не видел. В клетку тюрьму его один, три. Здесь он. Кто ты, представься. Утопленники тоже не могут уходить. Света. Света тебя зовут? Хорошо. Света, как получилось так, что ты оказалась в биополе Александра? На выход хочу. А откуда ты узнала, что здесь можно на выход уйти? От него шли энергии. От него шли энергии, которые я прочувствовала. Понятно. И как ты оказалась в его биополе? Как давно ты сидишь в нем? Пять дней. Хорошо, ты только пришла. Света, скажи еще один вопрос. Какая у тебя судьба? Как ты ушла из жизни на Земле и когда? Десять лет. А как погибло? Русалки затащили. Где это было? Озеро, пруд какой-то. Пятьдесят лет назад. А где ты эти пятьдесят лет находилась? Утонула. А, утонула. Пятьдесят лет назад. А получается, что она... Это 71 год. Как запутанная в возрастах каких-то. Понятно. Эх пор по воде передвигалась. Кала выход. Понятно. Но это был несчастный случай с тобой, я так понял, да? Или это было какое-то намеренное твое уничтожение? Несчастный случай плюс эмоциональное состояние. Не хватило сил выйти. Хорошо, понятно. Хорошо, Светлана. Да, мы действительно тебя отправим сегодня в светлый портал в чистилище. Ты встречаешься со всеми своими родителями, знакомыми, друзьями, родственниками, которые тебя наверняка уже давно заждались. Ты готова уходить? Готова. Хорошо. И на счет 3 открывается против часовой стрелки в портал, светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. И Светлана уходит в портал, ее там встречают. Готова. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Все, по-моему, больше нас знают. Ладно, хорошо, поехали дальше. Все, подселенцы мы прошли. Переходим на чистоту негативные эгрегоры, мешающие жизни, судьбе и здоровью физическому и энергетическому. Они сейчас выходят? Есть эгрегоры. Спрашиваем тонкую копию Александра, с какими эгрегорами он согласен расстаться и отключить. Мы можем ему в этом помочь. Будет ли он отключаться? Он говорит, что еще вчера я бы парочку оставил, на сегодня я хочу уничтожить все. Начать жизнь с чистого листа. И мы для этого здесь, Александр, чтобы вам в этом помочь. Хорошо. Проводим работу по отключению негативных эгрегоров. Тонкая копия Александра приняла решение, что она хочет отказаться от всех эгрегоров и на счет 3 воссоздает свои собственные энергии высоковибрационный шоковый удар отсекает от себя все негативно воздействующие на его жизнь, здоровье, биополе эгрегоры. 1, 2, 3, удар. Отлично. Открывается внизу портал галактическое ядро 1, 2, 3, и улетают эти все эгрегоры, остатки галактической ядро на переработку. Я неправильно сказала, он не их сжег, он как каналы к ним сжег. А эгрегоры ушли, да. Закрывая, печатая, растворяя. Я так и понял. Готов. Мемент положительный к своей жизни. Его свернул вот этот вот пруд. Прут. 15 лет, Вера. Он не давал ему развиваться. То есть он может, у него есть сила развиваться, вот это хочу сказать, он сильный. Но хотя намерение еще не развито так. Разовьются. как почувствует внутренние силы сразу начнет развиваться. Закачанный. Закачанный. Хорошо. Запускаем процесс активации, идентификации души на счет 3. 1, 2, 3. Пошел процесс. Крылья открылись у него. Ангел? Он ангел, да. Приветствуем, ангелов. Сейчас потоки огромные идут от него. Ты понял, представишь, как оно было спрятано? Он полностью раскрылся сейчас. Хорошо. Готово. Подсони тонкую купе Александра к источнику полей Меркаба. Создается защитная оболочка, укрепляется. Вибрации очень светлые от него идут. Есть Меркаба? Меркаба готова. Какая чистая оборачивая максимально комфортная сейчас для биополя Александра? 28, 30. И подними до необходимого числа его значения 30 Гц. Пошел подъем. Он знает, кто он. Благодарит, что раскрыли и очистили. У нас еще кто-то присутствует здесь. Его учитель. Мы приветствуем учителя или курат. Друга. У ангелов друзья, конечно. Приветствуем друга, ангела. Благодарим за то, что пришел. Посылаем нашу энергию благодарности. Вибрации подняла. Хорошо. Так, пусть тонкая копия Александра вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. 800. Вау. И подними уровень эмоционального состояния тонкой копии Александра до значения 800 Гц. Пошел подъем. крылья поднимает и они начинают как вибрировать период 800 Гц. Конечно, могут вибрировать. Как распушился он, так сказать, готов. Отлично. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Он сейчас большой такой, он спокойный, готовый. Отлично. Хорошо, мы закончили чистку и мы приветствуем куратора, друга, друга, Александра. Пусть им, пожалуйста, представится, как его называть. Арсель. Арсель. Да. Очень приятно. Меня зовут Влад, это Вера перед вами. И мы сегодня произвели чистку. Подожди, он говорит, я благодарю вас, братья, за освобождение моего друга. Он как трепещет весь. Арсель, мы очень рады, что мы опять... Я дарю вам энергию любви за то, что вы освободили. Благодарим вас, Арсель. нашего брата. Ну, нам доставляет огромное удовольствие находить братьев. Здесь как музыка сейчас. Сейчас ты слышишь хора ангелов. Это как праздник, это как праздник. У них там? Освобождение ангела как праздник. Потому я здесь, я выражаю вам свою благодарность. Благодарим, Арсель, и мы посылаем тебя. И внизу любовь. Да. И мы благодарим тебя. И я хотел пару вопросов уже задать, поскольку ты пришел. Арсель, на каком уровне находится сейчас высшая Александра? На высоком, но на 17. 17? Ого. Отлично. Ты хочешь дать ему пару советов каких-то? Нет, я хочу дать ему защиту. Давай, пожалуйста, дай ему защиту и расскажи, как ей пользуются, как ей активировать. он это все услышит. А ты описывай, Вера. Но он как золотой кокон вокруг него делает. И он говорит, что эта защита, она не навсегда. Она на первое время. Чтобы мог силу собрать, восстановиться. он не окрепнет и не поймет, кто он и какая сила в нем. Хорошо. Потом он может сам себе этот золотой кокон активировать. Много чего может сам. Хорошо, отлично. Посмотри, пожалуйста, Арсель, есть ли какие-нибудь раны в его тонких телах? Может быть, нам дать ему ангельские энергии туда? Нет, он сейчас закачал себе очень много энергии и он сейчас под защитой. Класс. Ему надо осознать и вспомнить, как принять себя. Тогда он может со мной связаться, он говорит, и много чего. У него очень много потенциал большой. Отлично, благодарю. Арсель, как так получается, что даже ангелы беззащиты над земле против этих паразитов низковибрационных? Это так просто расстраивает немного. Или действительно нам закрывают эту память и мы не можем это все осознать? или почему такое случается? Шесть паразитов сидело в нем. Мы даже крылья не видели. За счет того, что на высоком уровне у него повышенная доброта, что ли, как-то он говорит. не смог вовремя дать отпор. Он получил свой урок и все-таки нашел путь выбраться. Я веду к нашу чистку, да? Да. Нам ангелы очень часто посылают своих клиентов, своих друзей. И архангелы приводят своих учеников. И мы очень рады, что мы этим людям можем всегда помочь как-то, чем-то. И дальнейшее просто зависит от них. Я это хотел закончить этим предложением. То есть Александру надо дальше будет работать над собой. У него сейчас новая жизнь начинается. Он чистый, у него все теперь в его руках лежит. Он еще, знаешь, окутал его какой-то вот этой музыкой определенными вибрациями, которые будут раздражать все подходы к нему, интерферента. будет раздражать. Я надеюсь, к этому времени, когда Александр восстановится, через пару недель он уже сможет сам самостоятельно силы своего намерения выставлять. Минимум 10 дней, да. Минимум 10 дней, конечно, 14, 12 шло. Хорошо. Арсель, мы закончили. Если еще хочешь что-то сказать, если нет, прими, пожалуйста, нашу энергию любви и благодарности. Ангелы, когда встречают Ангела, это для нас огромный праздник. Он говорит, что там на небесах празднуют освобождение Ангела. И он прямо на праздник потом пойдет, да? Он не показывает. А, смотри, потому что у него высокий уровень, он для учитель для кого-то еще. Хорошо. Поэтому они празднуют освобождение. Отлично. Говорят, что любой Ангел важен, благодарит. И я благодарю его. Хорошо. Арсель, будем прощаться? Да. Посылаю тебе на этом месте нашу энергию сферы любви и благодарности. Прими ее, пожалуйста. Этот свет, эта любовь, твои вибрации просто здесь на земле ощущаются. Умиротворенное состояние повышенной радости. Я бы так его описал. Хорошо. Всего доброго желаю тебе и до встречи. Принял благодарность. Благодарю. Отлично. Хорошо, Верочка, мы закончили работать, будем возвращать тонкую копию Александра в его систему биоробот-душа. Ты готова? Да. Хорошо. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Александра в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому внутреннему органу, каждой клеточке, извилинке головного мозга. Идет стопроцентная синхронизация вибраций энергии между физическим что у него не зря ему дано имя Александр. У него очень мягкая добрая душа и это имя должно было давать ему стержень и защиту. Очень интересно. Он примет это к сведению о имени определенную ауру дает им ауру защиты. Да, вибрация определенная дается каждое имя. Отлично, благодарим. Отключил и отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики на счет 3, 1, 2, 3. Я здесь. ДОМОСТЕ ДОМОСТЕ Субтитры создавал DimaTorzok